Предмет, структура и функции философии Предметом философии являются всеобщие свойства и связи, отношения, действительности Природы, общества, человека, отношения объективной действительности и субъективного мира, материального и идеального, бытия и мышления Всеобщие – это свойства, связи, отношения, присущие как объективной действительности, так и субъективному миру человека Количественная и качественная определенность, структурные причинно-следственные связи и другие свойства связи относятся ко всем сферам деятельности – природе, обществу, сознанию. Предмет философии необходимо отличать от проблем философии. Проблемы философии существуют объективно, независимо от самой философии. Центральная мировоззренческая проблема – отношение человека к миру, сознания к материи, духа к природе, разница психического и физического, идеального и материального и т.д. В обществе формируются общечеловеческие ценности – единые для всех людей, идеи гуманизма, нравственные принципы, эстетические и другие критерии. Таким образом, можно говорить о мировоззрении всего общества на определенном этапе исторического развития. Развернутая система философского знания включает 1. Учение о мире в целом, о движущих им глобальных силах, о всеобщих законах его организации – это антология, онтос, бытие. 2. Учение о человеке, его природе и организации его деятельности – это антропология, антропос, человек. 3. Учение о познании, его основаниях, возможностях и границах – это гносиология. 4. Учение об обществе и истории человечества, которое рассматривает человечество в целом – это социальная философия. 5. Учение о природе ценностей – это аксиология. К комплексу общего философского знания примыкают конкретные философские науки. Этика – учение о нравственности. Эстетика – учение о прекрасном, о художественном творчестве. Логика – учение о правилах мышления. Религия. Особая область – история философии, так как большинство философских проблем рассматриваются в контексте предшествующего опыта их решения. Как правило, в творчестве конкретных философов не все разделы представлены одинаково полно. Кроме того, в отдельные периоды истории культуры разные разделы поочередно выходят на первый план. Понимание отношения человека к миру, общих законов реальности, собственной жизненной позиции, может достигаться различными способами. Именно поэтому говорят об уровнях философского мышления, различающихся по степеням абстрактности и форме изложения. Обыденная философия на уровне практического мышления – это осознание принципов в своей жизни как проявления фундаментальных ценностей. Как особый вид духовной деятельности, философия непосредственно связана с общественно-исторической практикой людей, а потому ориентирована на решение определенных социальных задач и выполняет при этом многообразные функции. Первое. Важнейшей из них является мировоззренческое, которое определяет возможность человека объединить в обобщенном виде все знания о мире в целостную систему, рассматривая его в единстве и многообразии. Второе. Методологическая функция философии состоит в логико-теоретическом анализе научно-практической деятельности людей. Философская методология определяет направление научных исследований, дает возможность ориентироваться в бесконечном многообразии фактов и процессов, происходящих в объективном мире. Третье. Гносиологическая, познавательная функция философии обеспечивает приращение новых знаний о мире. Четвертое. Социально-коммуникативная функция философии позволяет использовать ее в идеологической, воспитательной и управленческой деятельности, формирует уровень субъективного фактора личности, социальных групп, общества в целом. У стоиков, четвертый век до нашей эры, философия включала в себя. Первое. Логику. Второе. Физику или учение о природе. Третье. Этику. Учение о человеке. Последнее. Самое важное. Схема сохранила свое значение и по сегодняшний день. В 17 веке в лоне общих систем философии получила разработку и развитие теория познания, гносиология. Она рассматривала не только абстрактно-теоретический, но и чувственный уровень познания. То, что античные философы именовали физикой, в философии более поздних веков, получила иное название. Антология. Существенную перестройку, переосмысление структуры философского знания осуществил Кант. В критике способности суждения говорится о трех частях философии, соотносимых с тремя способностями души, под которыми понимали познавательную, практическую, желание воля и эстетическую способности, присущие человеку от рождения. Кант понимает философию как учение о единстве истины, добра и красоты, что значительно расширяет ее узкорационалистическое понимание, как только теории или методологии научного знания, которого придерживались сначала просветители, а затем и позитивисты. Гегель строит свою систему в виде энциклопедии философских наук. Как и стойки, и Кант, Гегель тоже называет три части философского знания, обозначенной им в строгой последовательности. Первое – логика. Второе – философия природы. Третье – философия духа. К последней он относит комплекс философских наук о государстве и праве, о всемирной истории, об искусстве, религии и самой философии. Сейчас выделяется социальная философия – философия истории. И философия науки – этика и эстетика, философская культурология и история философии. Философия ставит перед человеком два основных вопроса. Первое – что первично, мышление или бытие? Второе – познаваем ли мир? От решения этих вопросов и начинают возникать основные направления философии – идеализм и материализм, гностицизм и агностицизм. Общие ценности человечества сходятся в конечном счете к трем основным понятиям – истина, добро, красота. Фундаментальные ценности поддерживаются обществом и вокруг них складываются, развиваются основные сферы культуры. Базовые ценности в этих сферах понимаются как данность. Философия обращается непосредственно ко всем фундаментальным ценностям, делая их сущность предметом анализа. Например, наука использует понятие истины, спрашивая, что истина в данном конкретном случае. Философия рассматривает следующие вопросы об истине. Что такое истина? Какими способами можно различить истину из заблуждения? Истина универсальна или у каждого своя? Могут ли люди постигать истину или только составляют мнение? Какие средства познания истины у нас существуют? Надежны ли они? Достаточно ли? Вопросы о добре. Каково происхождение добра и зла? Можно ли утверждать, что одно из них сильнее? Каким должен быть человек? Существует ли возвышенный и низменный образ жизни? Или все это суета? Существует ли идеальное состояние общества, государства? Вопросы о красоте. Является ли красота и безобразие свойствами вещей, или это только наше мнение? Как и почему представления о красоте меняются? В результате философия оказывается необходимым развитием других сфер культуры. Философия сводит воедино знания из различных сфер, и поэтому многие определяли ее как науку о наиболее общих закономерностях природы, общества и мышления. Это неполная характеристика ее предмета. Кроме глобальных ценностей человечества, философия исследует ценности индивидуального бытия, свобода, самореализация личности, выбор, граница существования.